Русичи бились как могли. На клуб продолжают давить штрафные санкции за дракон. И если Белов и Есенков во второй игре с Кировым приняли участие, то Завьялов и Старков еще отбывали дисквалификацию. Общая сумма, которую выплатил клуб – 265 тысяч рублей. РФБ наказала даже болельщиков, их доля – 45 тысяч. Несмотря ни на что, русичи горели желанием поквитаться с Кировым за три предыдущих поражения. Первую половину матча Куряне выиграли с преимуществом в 9 очков, но удержать лидерство не смогли. Сегодня команда домашняя должна была выигрывать, потому что пришел обратно Белов. Это очень хороший игрок, мы его очень уважаем. Но не получилось концовка. Я считаю, что чуть-чуть мы были постарше. Не хватка Завьялова Николая, безусловно, сказалось. А вообще, все-таки нельзя, на мой взгляд, так говорить, что не получилось. Не получилось просто выиграть. Все сами видели, счуточек не хватило. Может быть, штрафных не попали, не перехватили. Но было пару моментов, ошиблись. Третью четверть русичи проиграли. В четвертой борьба накалилась до предела. Шесть раз на табло загорался равный счет. Из-за перебора фолов в паркет покинули Роман Козюлин и Петр Ельников. Все, что мог, сделал Антон Белов. К концу матча на его счету было 32 очка, 14 подборов, 8 блокшотов. Казалось, победа близка, однако последнюю минуту гости провели результативнее хозяев. Итог 82-85 в пользу Кирова. Не совсем порядок был с игровой дисциплиной. Плюс те игроки, которые вышли на замену лидерам, которые уже получили пять фолов, они не смогли ничего в нападении. То есть в защите мы вроде как отбивались, а в нападении забивать особо некого. Белова перекрыли вдвоем, втором держали. А остальные игроки на себя инициативу не особо взяли. Русичи остаются на третьей строчке турнирной таблицы. Киров идет следом. Ближайшие матчи Куряне проведут дома уже в эти выходные. Соперник Тегас из Ставропольского края. Рутсайдер дивизиона. Тарас Степаненко, Денис Федорков, телеканал СЕИМ.